Прогулка по Вечному Городу Сантритона я сворачиваю на улицу Четырёх фонтанов. Очень красивая улица. На этой улице находится дворец Барберини. Как только откроют музей, обязательно хочу сходить туда. Это не только красивый дворец, но он ещё и богат собранием шедевров. На перекрёстке Четырёх фонтанов каждый фонтан увенчан огромной статуей с фоном из растительных орнаментов. Мужские фигуры – это реки, Тибр и Арно. Женские фигуры богини – Диана – символ непорочности. И богиня Юнона – символ женской силы. Перекрёсток Четырёх фонтанов знаменит ещё тем, что с него можно рассмотреть три римских обелиска. На площади Тринитадой Монти, на Кверинальском холме и обелиск, который находится у базилики Санта-Мария-Маджори. Павея дель Кверинали я дошла до Кверинальского дворца. Когда-то это был папский дворец, и здесь проходили конклавы – выбор нового папы. На этот балкон папа выходил, чтобы поприветствовать народ. Потом здесь жил король Виктор Эммануил II, при котором была объединена Италия, а папа римский переехал в Ватикан. В этот момент произошло разделение власти на светскую и религиозную. Сейчас этот дворец является резиденцией итальянского президента. От площади Кверинали я спустилась по лестнице и вышла к фонтану Трелли. Мне кажется, у меня ни одна прогулка не проходит без фонтана Трелли. Всегда хочется прийти сюда и постоять. Теперь уже в тишине любуюсь с божественным великолепием. В Палаццо Поле, к которому примыкает фонтан Трелли, с октября 2020 года проходит выставка Пиранези, куда я тоже хочу сходить и обязательно сниму для вас видео. Первым был построен дворец Поле, а уж затем фонтан, но смотрятся они как одно целое. Фонтан находится на маленькой площади, от которой отходят три улицы. На итальянском это звучит Трелли. В честь этого и был назван фонтан. Все очень просто. Рим уже украшен к Рождеству, но праздника пока еще не чувствуется. На календаре 2021 года изображен собор Святого Петра, Пантеон. Зима – период артишоков. Сейчас во всех ресторанах подают этот симпатичный и полезный овощ-цветок. Играет музыка. Пантеон – это одна из самых узнаваемых достопримечательностей Рима. Уверена, что вы его узнали. Мы частенько с вами здесь бываем. О самом Пантеоне можно говорить много. О том, что это бывший языческий храм, который вовремя переделали в церковь, иначе его бы разрушили, как соседний храм Исиды. О его знаменитом куполе, которым восхищался даже Микеланджело, когда работал в соборе Святого Петра в Ватикане. О том, что здесь похоронены два короля Италии и королева Маргарита, в честь которой была названа «Пицца Маргарита». И о том, что здесь покоится Рафаэль. Сейчас в связи с коронавирусом Пантеон закрыт. Если хотите, то потом обязательно зайдем туда. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на надпись, которая украшает Пантеон. Здесь написано «Марк Агриппа, сын Луция, построил во время Третьего консульства». Когда я вижу надпись, то всегда вспоминаю историю про первого императора Октавиана Августа и его друга Марка Агриппу. В 45-м году до н.э. два друга получали образование в Греции. Однажды они решили обратиться к астрологу. В то время магия была запрещена, а вот астрология нет. Агриппа первый услышал предсказания. Ему предсказали, что он одержит много побед и займет высокую должность. Когда астролог составил гороскоп для Гая Актавиана, то тут же бросился ему в ноги и начал приветствовать правителя Рима. Предсказания сбылись. Гай Актавиан через несколько месяцев стал первым императором Рима, а Марк Агриппа стал полководцем и государственным деятелем. К предсказаниям астрологов прислушивались не только императоры, но и вся римская знать. А вы верите в гороскопы? Пантеон, который мы видим сейчас, это, конечно же, не тот пантеон, который был построен Агриппой в 25-27 годах до н.э. Этот храм всех богов сгорел при пожаре. Его перестраивали, и он опять горел. На первом храме буквами из бронзы была выложена надпись «Марка Агриппа, сын Луция, избранный консулом в третий раз, воздвиг это». Именно эта надпись, которую мы видим сейчас. Как же так получается? Пантеон сгорел, а надпись перед нами. Пантеон, который мы видим сейчас, был построен при императоре Адриане в 120-м году уже нашей эры. И стоит он 1900 лет. Адриан тоже интересная личность, обязательно про него расскажу. Так вот, то, что уцелело при пожаре, было встроено в этот пантеон. Так увековечили имя Агриппы, который построил первый храм. Пантеон в переводе с греческого означает «храм всех богов». Колонны в портике сделаны из серого египетского гранита и высота их 13 метров. В это тяжелое время даже бары пустые. За пантеоном, рядом с площадью Минервы, на Вея де Санта-Кьяра, спрятался магазин ателье, который работает с 1789 года. Здесь шьют одежды римским папам, начиная от Пея IX до Франциско. А также обслуживают тысячи священников, сотни епископов и кардиналов. В нем есть все – одежда, обувь, головные уборы, аксессуары и даже носки. Портные шили одежду для каждого папы индивидуально. Ведь кто-то из пап любил одежду попроще, а кто-то предпочитал более роскошные мантии с вышитыми рукавами и роскошными меховыми накидками. Уже в VI веке у служителей церкви появилась своя одежда, чтобы их можно было отличить от других людей. Позже начали формироваться цвета, которые нам сейчас известны. В черной одежде ходят священники, в фиолетовые и малиновые епископы, в красные – кардиналы. Ну а белый цвет одежды только у папы римского. Сутана – это приталенное длинное платье до пят, которое застегивается на пуговицы по центру. Раньше была традиция – на сутане должно было быть 33 пуговицы по числу земных лет Христа, а на рукавах еще пять пуговиц в знак пяти рана Иисуса. Но я ради любопытства зашла в магазин и спросила, сколько же на самом деле пуговиц на сутане. И мне ответили, что все зависит от роста. Если служитель церкви низкого роста, то невозможно пришить на сутану 33 пуговицы. Это какие они должны быть маленькие. Сейчас в ателье 33 пуговицы пришивают только тем, кто просит об этом. Вот так все меняется и даже в церкви. Я пересчитала пуговицы на трех сутанах, и у всех количество было разное. В магазине Гаммарелли все пуговицы ручной работы. При выборе нового папы римского хозяин и работники ателье немного волнуются. Они не знают, будет ли новый папа у них шить одежду или обратиться к своему портному. Но в ателье Гаммарелли работают настоящие предприниматели. Выборы папы занимают несколько дней. Кардиналов закрывают в Сикстинской капелле, и пока не будет избран новый папа, их оттуда не выпускают. Ателье отправляет в Ватикан огромную коробку с одеждой разных размеров. Ведь они не знают, какой будет папа – высокий, низкий, полный или худой. Чтобы после избрания новый папа мог подобрать по размеру одежду и сразу выйти к людям. И после этого жеста папы, конечно, выбирают ателье Гаммарелли для пошива своей одежды. Чтобы работа была безупречной, все делается вручную. В мастерской работают 9 портных, 2 секретаря для оформления заказов, курьер и администраторы. Папа римский никогда не приходит в мастерскую для заказа одежды. Если папе нужна новая одежда, то по звонку его секретаря назначается день, когда можно приехать в Ватикан и снять с него мерки. «Когда я была в магазине, прямо на прилавке кроили кому-то рясу». Магазин Гаммарелли передается из поколения в поколение, и нынешний хозяин уже не помнит точно, как его семья попала в бизнес по производству одежды для священнослужителей. Он говорит, что, может быть, его прапрапрадед был знаком с кем-то в Ватикане. В 2000 году магазин Гаммарелли был добавлен в список исторических магазинов Рима. Он является самым старым магазином, которым до сих пор управляют прямые потомки его основателя. «Знаете, почему я вам рассказала про этот магазин? При поездке в какой-либо город у любого встает вопрос, что привезти. Так вот, я предлагаю вам зайти в этот магазин и купить кому-нибудь в подарок носки. Да-да, носки как у кардиналов. Носки могут стать прекрасным подарком. Если в будущем вы готовитесь к поездке в Рим, доставайте блокнотик и записывайте адрес. Носки не только интересны своими цветами, но и качеством. Носки фельдикосовые. Фельдикос – это пряжа, которая производится в Италии. Она отличного качества, не линяет и держит форму. Есть короткие носки и удлиненные гольфы. Говорят, что эти носки долго носятся и не протираются. Видимо, есть какой-то секрет их производства. Цена носков – от 20 до 35 евро. Сейчас магазины и рестораны больше похожи на декорации какого-то фильма. Страшно и грустно становится от этого. В городе никого. С ноября месяца в продуктовых магазинах Рима на витринах появились рождественские сладости. Многие из вас попросили рассказать о них. Существует много разных сладостей. Но без рождественских кексов не проходит ни одно Рождество. Это панеттоны и пандору. Когда сейчас мы заходим в магазины, взгляд невольно падает на горы рождественских кексов. Кажется, не видно конца и края, выстроенным в ряды разноцветным коробкам. Пандора в переводе с итальянского – золотой хлеб. С ним все просто. Кекс в форме конической звезды и обычно без добавок. А вот кекс панеттоны всегда с какими-то добавками. В него добавляют цукаты, изюм, разнообразный крем, шоколад. Происхождение панеттоны окутано легендами. В одном богатом дворе отмечали рождественские праздники. Было очень много гостей. На кухне были все заняты приготовлением блюд и деликатесов. Все были так заняты, что шеф-повар попросил молодого юношу по имени Тони присмотреть за приготовлением кексов в духовке. Этот десерт подают в конце трапезы. И его нужно хорошо приготовить, чтобы достойно завершить празднование. Но Тони заснул. Он спал всего несколько минут, но это были решающие минуты для кексов. Пока еще было время, он вспомнил десерт, который готовил для себя и своих друзей из остатков теста. В который добавлял яйцо, масло, цукаты и изюм. И решил рискнуть. Шеф-повар, который сначала сомневался, что у Тони что-то получится, был поражен запахом и формой кекса. И самая большая похвала была от гостей. Все говорили, что десерт очень вкусный. Так появился рецепт нового кекса, который назвали панеттоны. В переводе – хлеб Тони. На рождественские праздники итальянцы любят дарить продуктовую корзинку. И часто дарят даже свиную ножку – прошутто. анчоусы с оливками, артишоки, а это свиные копытцы уже готовые. Вкусные-вкусные. Цукини и баклажаны, приготовленные на гриле. А сейчас я приглашаю вас в торговый центр Риношенты. Здесь обычно к рождественским праздникам очень красиво украшают залы. Давайте заглянем сюда на 5 минут, а потом пойдем в сторону Испанской площади. И здесь на витринах рождественские кексы. Но обратите внимание на цены – магазин находится в центре Рима. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы вновь вернулись на улицы Рима Делитесь видео с друзьями и будем гулять по Риму все вместе большой компанией Хорошего вам дня, добрых новостей и радостных событий! До новых видео, друзья!